Здарова всем ребят! На связи GrimOptimist и сегодня мы, да, играем с Урву, но не просто так. Хотел бы я поговорить про события, которые прошли уже довольно давно на самом деле. Я как заслоупочил, Escape там подкаст пилил уже, наверное, где-то с месяц назад на эту тему. Но решил всё-таки её обсудить, тем более наверняка многие мои подписчики, они не в курсах. Я, конечно же, хочу поговорить про ситуацию с Пикабу и с Урвой. Вот, я постараюсь одновременно ещё играть. Я сначала хотел сделать в виде подкаста данный ролик, но подумал, что у меня и так что-то в последнее время очень много видео без видеоряда, то есть просто в формате аудио подкастов. И, ну, решил, что как-то перебор, надо хотя бы, чтобы какой-то геймплей был. Вот, а на фоне что-то записывать в лом, если честно, играть. В общем, ситуация с Пикабу и с Урвой. Так получилось то, что у нас в Сурве, да, вот все, кто в неё до сих пор играет или играл когда-то, мы привыкли к тому, что нам водят по губам постоянно, да, то, что вот все эти проблемы игры, все косяки общения этих поддержки, там, её ЦП, да, или как там, ТП, ТП, наверное, надо правильно говорить, этот, и так далее. То есть нас уже не удивить всеми вот этими, ну, скажем так, вещами, да. Но люди, которые в Сурву не играли никогда, они, честно говоря, ну, в шоке от таких вот вещей. То есть они не привыкли, что... Я не умею стрелять сквозь эти аномалии. Они привыкли... Они не привыкли, то, что разработчики компьютерных игр вообще могут таким образом себя вести. То есть, да, как ведут себя разработчики Сурвариума. Вот. И когда вот один из людей сначала был пост о том, что... Сначала был пост о том, что разрабы якобы спёрли экран вот этот ангарный, да, который вы могли... Нет, вы не могли видеть в начале ролика, я его не показал, но после боя увидите, кто не играл. Он был спёрт с концепт-арта. Да. С концепт-арта, который нарисовал один человек, который не работал в высокой опорной вообще никогда в Astor Games. Вот. Но, как бы, вот эти все... Вот эти все общие черты, они очень... Их очень хорошо видно. То есть, то, что... Ну, очевидно то, что, да, как бы... Экран ангара, он сделан... Ну, не то, что по мотивам, знаете, а прямо... То есть, а прямо он один в один практически. То есть, ну, тут можно говорить о воровстве какого-то контента даже, в принципе. Я ничего не утверждаю, но... Когда связались там, собственно говоря, с человеком, который придумал, да, всё это... То есть, ну... Меня всё-таки загандошили. Что с человеком, который всё-таки придумал сам вот этот концепт-арт, он сказал то, что я не в курсе о том, что его использовали. Вот тогда был сильный срач из-за того, что, мол, ну как так, так разработчики игры обычно не делают. То есть, если ты уж берёшь чей-то контент, нужно, ну, как-то договариваться, там, покупать, я не знаю, и так далее. Вот, но как-то там ненадолго это ухватило. Потом люди там делали, ну, их много довольно, посты, сообщения с техподдержкой. Там скриншоты были. То есть, как они обращались к разработчикам этой игры по разным причинам. Там, у кого-то забанили чат из-за того, что он там ругался матом, да. Этот... У кого-то... Эх, нет, забрал всё-таки его. Вот, кто-то ещё по каким-то там, да, вопросам. И было абсолютно... Ну, я, ребята, не буду в это видео вставлять никакие скриншоты, потому что, ну, это как бы... Как вы потом поймёте, это, типа, нельзя так делать. Вы сами можете всё это прочитать. Для этого просто заходите в гугл, да, в поиски, набираете там Survarium, пикабу. Всё увидите. Если есть желание, можете посмотреть. Нифига себе. Вот. И... Конечно, были там люди вот с пикабу, которые не в курсе всей вот этой кухни вокруг Survei. Они, конечно, были в шоке от того, насколько, как бы, ну, вот такая, знаете, грубое и наглое общение с техподдержкой, которая, да, этот... Ну, ведёт себя абсолютно хамским каким-то образом, да. Далее, значит, что было? Один из... Людей там, да, как бы, ну, вот... Там было много этих скринов, на самом деле, то есть, да, в плане общения с техподдержкой. Там на самые разные темы. И один из них потом написал, сделал тоже скриншот, и где было сказано то, что его забанили в самой игре. То есть не на форуме, как до этого банили люди, а в самой игре за то, что он опубликовал вот как раз на пикабу вот эту всю переписку. То есть именно за это его в итоге забанили. Что, ну, вообще, пипец как странное, честно. Я о таком раньше вообще никогда не слышал. То есть чтобы банили в игре за то, что ты где-то написал про игру, да. Причём даже не написал, а просто приложил, по сути, скриншот общения с техподдержкой. Люди там, конечно, просто в шоке были. То есть особенно, говорю, из тех, кто не играл никогда в сурвариум, вообще не знает, да, что тут творится с техподдержкой и так далее. И после всего этого было ещё несколько постов на самые разные темы касательно сурву. И там то, что, если вы помните, Макса, который делал эти, как они называются, фраг-буви, если помните, с прострелами со снайперской винтовки, ему страйки на канал влепили за то, что якобы это видео, оно унижает честь и достоинство. Хотя он не пользовался читами, да, и разработчики как бы за читы-то его не забанили. То есть если уж ты читер, да, то логично, что... Блин, ты прям отстрелялся. Если уж ты читер, то тебя должны банить за читы. Вот мне уже пишут. Мой ник, я люблю просто играть с такими никами. Естественно, для тех, кто не в курсе, я играю без читов, ребята. Ну, вы сами видите, как я играю. Вот. И... Чё-то я забыл, чё говорил даже. Да, и по этому поводу... И там было ещё куча постов, то есть, где человек, допустим, пишет там, за что меня забанят на форуме, и там, говорят, вы ругали, типа, ругались матом. Да, он говорит, я не помню, чтобы я ругался матом, ну, напомните мне, пожалуйста, в каком бою это и когда это было. Ему говорят, обновите драйвера для видеокарточки, типа, знаете, так, ну, типа, пошутили, да. И так далее. То есть подобные случаи там встречались, то есть абсолютно... Я говорю ещё раз, абсолютно хамского отношения со стороны техподдержки по отношению к игрокам. Именно техподдержки самой. И... Это, конечно, ребята, полный драйвер. То есть, да... Ну, я никогда раньше не слышал о том, чтобы вообще в игре было что-то такое. То есть, чтобы... И самое, как бы, забавное в данной ситуации то, что... О ситуации узнали люди, которые не играли до этого в сурву. Говорю ещё раз, не в курсе всей вот этой вот кухни, да, с позволения сказать. И... Это вызвало, конечно, дикие просто какие-то срачи. Именно у людей, которые, ну, не понимали вообще, что происходит и как такое возможно. Там, на самом деле, группа стоп очень много. Там самые разные... На самые разные темы. И ещё раз говорю, желающие могут найти самостоятельно. Я никакие ссылки давать не буду, чтобы мне там не сказали, что ты там публикуешь какие-то данные. То есть, я ничего не публикую, я рассказываю просто своими словами. Вот, там всё, есть скрины. То есть, всё это... Ну, это не придумано. Всё это было... Ну, в реальности, по сути. Я вообще... Дико нагибаю вообще просто, даже странно, если честно. Давненько я так не гнул. Надо пойти поучиться, наверное. Чувака бомбил. Я вот как бы ради таких случаев ники не беру такое. Кто-то скажет, тоже провокационный, но я же играю честно. То есть, поэтому... Ну, мало ли что там у кого бомбит. Я же написал почти без читов. Так, что-то странно какая-то. Фигня. Вот. И суть-то в чём? В том, что... Как бы даже когда вот вся эта информация всплыла, да... Как бы, ну... Разработчики, они повели себя странно. То есть, вместо того, чтобы... Как-то, я не знаю, ну, извиниться. Человека разбанить, например, да? Там, я что-то вообще не вижу ни хера. Ох, ты ж, я застрял в какой-то тернике. Вот как-то человека разбанить, там, и так далее. Вместо этого они просто там... Хороший. Этот... Они просто дали ему бан в игре. За то, что он опубликовал там. И люди там писали многие то, что им давали баны в группе ВКонтакте. Да, то есть, за публикацию на Пикабу им давали баны в группе ВКонтакте официальной по Сурве, да? То есть, опять-таки, какие-то странные случаи. То есть, я ни разу не слышал, что в игровой индустрии вообще такие вещи происходили. То есть, про то, что там обсуждали донат в игре, там, то, что вот барреты там за донат ввели и так далее. Это вообще там, ну, скажем так, дело десятое. То есть... То дело даже не в этом. Там были какие-то... Еще куча всяких ситуаций, то есть, в которые попадали люди. И все это... Ну, вот, игры, если человеку представим, он никогда не слышал про Сурву. Он просто зашел почитать про какую-то там игру против поддержки. Он будет просто в шоке, ребят. Я вам это гарантирую. Так, давайте-ка, кстати, кинем этот. Почему бы нет? Ах, меня все-таки убили. Вот, и как бы... Че я хотел... Блядь, он еще от бедра меня убил. Че я бы хотел сказать. То, что... Такие случаи, они очень сильно портят репутацию компании. Но, знаете, как бы... Ну, нормальные компании, они после этого делают какие-то выводы. И, там, извиняются, прибросят. Сказать, допустим, то, что... Да, у нас в техподдержке работал человек, который не справлялся с обязанностями. Позволял себе какие-то вещи. Мы его уволили. На его место взяли нормального, там, да, администратора какого-то, модератора. Теперь у нас все хорошо. То есть, как бы, ну, дать понять то, что это была ошибка. То, что, ну, как бы... Мы... Мы как бы не хотели, чтобы было так. И то, что это, ну, просто так вот... Скажем так, случайность, да. Да, то есть, какая-то у меня все, счет поехал. Ну, просто они уже забурились. Он от Петра вообще лупит. Просто пипец. Просто пипец, реально. Жесть и убивает меня. Вот. И как-то, ну, отмазаться нужно, по большому счету. То есть, сказать, что... Да, у нас, говорю, работал там человек такой-то, такой-то. Вот он банил людей, там, на основании вот этого. Мы все, мы бан сняли. Человека уволили. Все у нас теперь гораздо лучше стало, да. То есть, все нормально. То есть, вместо того, чтобы сделать так, они просто взяли и... Забанили там, да. То есть, по сути, ну... Жесть, ребята. Вот, то есть, не знаю. Я лично не понимаю логику этой компании. То есть, зачем они так делают. То есть, у них и так депутация. Вы сейчас зайдите... Если вам интересно, зайдите в эти... В... Как его? Зайдите в Steam и почитайте последние отзывы об игре просто. Вот, у людей, да. То есть, что там пишут. Ну, там же, знаете, сейчас можно отзывы об игре оставлять, да. Просто зайдите и почитайте. То есть, там творится полный ад. То есть, там у людей бомбит. То есть, ну, реально указывают разрабам на ошибки. Но никто их даже не пытается исправлять. Там просто, говорю, все, что делается, это скрыть правду. Банят людей. Я надеюсь, что у разработчика хватит ума меня, ну, мне там страйки не кидать. Хочу обратиться, ну, али кто-то из них посмотрит. То, что если вам очень сильно не хочется, чтобы это видео было, мне напишите в личку, я его удалю. Вот. Если вы мне кинете страйк на этот канал, я подниму дикую бучу со второго канала, с основного своего. На котором 70 с лишним тысяч подписчиков. И подключу все возможные свои связи с другими ютуберами, чтобы об этом узнало как можно больше людей. И пикабу покажется просто детским лепетом. Вот. Поэтому, если вам что-то прям сильно не нравится, еще раз говорю. Ну, напишите, я удалю это видео. То есть, не вопрос, как бы. Вот. Ну, надеюсь, что хватит, говорю еще раз. Порядочности накидать страйки без предупреждения. Вот. Поэтому, ребят, ну, разработчикам хочу пожелать все-таки делать какие-то выводы из проблем, да. То есть, этих, и как-то, ну, работать над их устранением, а не просто блокировать людей, да, не с того, не с сего. Это, как бы, ну, это до добра не доведет. А, чёрт. В общем, такая вот забавная ситуация была. У нас в игре. И, конечно, ну, это, ребята, трэш-пол. Надо понимать то, что, конечно, такие случаи в игровой индустрии, это просто, ну, очень редкое явление. И это, по сути, ЧП. То есть, чрезвычайное происшествие. Нельзя так делать. То есть, нельзя блокировать людей, банить их, там, скрывать правду. Нужно работать над собой, как-то исправлять косяки. И тогда всё будет нормально, то есть, у игры, да, и... Так что, такая вот история. Наверняка, многие из вас её уже знают, но вдруг кто-то был не в курсе. Ещё раз говорю, все скриншоты можно найти на Пикабу, там, и так далее, при должном желании. То есть, нагуглить это всё не проблема. Вот такие дела. Ну, давайте доиграем, может, тут что-то я тут... Ну, под конец я, конечно, послевался, но из-за того, что они засели всё на леске. Не успел развернуться. В общем, конечно, ну, дикий непрофессионализм со стороны разработчиков, конечно. Так работать, так себя вести. Ну, просто, я не знаю, как даже сказать-то, это по-скотски как-то, что ли. По отношению к людям, которые играют. Там, причём, многие из тех, кто вот эти посты писал, они реально там говорили, мы донатили. То есть, у меня там донаток куча на аккаунте, там, и так далее, как бы, ну... Это, как бы, тоже наводит на определённые мысли. Всё, хотел гранатку кинуть ему ещё. Вот такие, ребята, печальные дела. Давайте что-нибудь вытащим, хоть, не знаю. Серебришка. Ну, конечно. У меня, кстати, карты с хроной, я не буду их использовать. Вот я никого не призываю этим видео, там, поднимать какую-то бучу, кого-то оскорблять и псирать. Ни в коем случае, просто, как бы, ну, вот... Я бы не хотел, чтобы такое в дальнейшем было, да. И от этих разработчиков, и от других, то есть, просто, все вот данные события, это ужасно. То есть, просто, говорю, вот, такого не должно быть в игровой индустрии, всё-таки должен быть какой-то профессионализм, а не просто какие-то совершенно трэшовые случаи, какого-то беспредела абсолютного. Ну, говорю, это, ребята, ну, такие вещи до добра не доведут эту компанию. Вот, потому что я вот сейчас поиграл несколько дней. Ну, на самом деле, как бы, я не могу сказать, что стало хуже, чем было, да, там, полгода назад. В целом, как бы, ну, фишек добавили. Ну, как бы, играть можно, конечно, очень так себе игра, надо понимать, но играть можно. И им бы, как бы, нормально, ну, как-то развиваться, то есть, в дальнейшем, да, хотя бы хоть какое-то комьюнити вокруг себя сплочённое собрать, чтобы хоть как-то с ними, они ещё, вместо того, чтобы нормально работать, да, то есть, как-то... Они просто начинают гнобить своё же комьюнити своих же игроков. То есть, ну, так дела не делаются. Ладно, на этом всё, ребята, спасибо за внимание, всем до скорого, всем пока.